Юбилейный сад Мемориал почетного мастера спорта СССР Юрия Лукашевича и почетного гражданина города Челябинска Вячеслава Середкина по прыжкам в высоту из шестого. Турнир давно стал неотъемлемой частью спортивного ландшафта не только Южного Урала, но и России со своей историей, достижением, героями. Как обычно, в числе первых, Мемориал открывает новый легкоатлетический сезон в России. Это особенный турнир. Многие из венитых отечественных легкоатлетов начинали и начинают свои старты именно с него. Он является своего рода отправной точкой, трамплином для достойных выступлений в грядущем году. Соревнования воплощают в себе все лучшее. Спортивный азарт, волю к победе и, несомненно, яркое шоу для зрителей. Турнир начал свой отчет в 1977 году. Если раньше в Мемориале участвовали спортсмены из Уральского региона, то после 1997 география и уровень стали стремительно расти. Сейчас Мемориал имеет статус всероссийских соревнований и включен в единый календарный план Министерства спорта России. Популярные состязания ежегодно собирают сильнейших высотников и шестовиков России. На протяжении всей истории турнира его участники – суперзвезды мирового уровня. Дорогие болельщики ярких вам эмоций и не жалейте своих ладошек. Дорогие болельщики, организаторы, ветераны, судейский состав – спасибо вам за продолжение традиций и за такой яркий старт. Уверена, юбилеев будет впереди еще много. Я с вами, олимпийская чемпионка Мария Васицкенева. Один из тех, в память о ком проводится турнир, Юрий Николаевич Мукашевич – прекрасный спортсмен-тренер. В 1955 году стал чемпионом РСФСР по прыжкам в высоту, позднее дважды выигрывал соревнования республиканского уровня. В 1956 году первым в РСФСР преодолел высоту 2 метра. Почетный мастер спорта СССР. После завершения спортивной карьеры перешел на тренерскую работу. Воспитал десятки спортсменов. Те, кто тренировался у Юрия Лукашевича, даже спустя 40 с лишним лет не теряют интереса к прыжкам в высоту. Юрий Лукашевич трагически погиб в 1976 году. С 1977 года в Челябинске проводится турнир, посвященный его памяти. Также турнир собирает огромное количество зрителей, молодых, также юных спортсменов. Спортсмены учатся мастерству и классу учениц и прыжков в России. Середкин Вячеслав Павлович. Почетный гражданин города Челябинска. Он внес огромный вклад в развитие мемориала. Более того, Вячеслав Середкин стал инициатором возрождения турнира Лукашевича после пятилетнего перерыва в 90-х годах. Еще в школе Вячеслав Павлович активно занимался спортом, выбрав легкую атлетику. Под руководством Юрия Лукашевича стал специализироваться в прыжках в высоту. В студенческие годы выполнил норматив кандидата в мастера спорта СССР по легкой атлетике. Завершив спортивную карьеру, продолжал оставаться в спорте. Оказывал поддержку турниру памяти своего учителя Юрия Лукашевича. Для Юрия Лукашевича спорт был делом жизни. Для моего папы Вячеслава Середкина спорт стал тем вектором и той дисциплиной, которые задали направление на жизненный успех. Благодаря папиной поддержке у мемориала началась новая эра. К нам стали приезжать именитые российские спортсмены. Показывать высочайшие результаты. Участие в мемориале Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина – это престижно. Я горжусь, что сопричастна и продолжаю легендарную традицию поддержки мемориала. По инициативе Вячеслава Середкина был создан клуб «Высота». В 2011 году Вячеслава Павловича не стало. И через год в память о нем турнир по инициативе его друзей, дочери Вячеслава Павловича Юрия Вячеславовны и спортивной общественности стал называться «Мемориал Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина по прыжкам в высоту из шестого». Во многом благодаря этим соревнованиям в Челябинской области выросло много известных прыгунов в высоту из шестом, которые завоевали медали на российских и международных аренах. Первый раз я выступил на нем 11 лет назад. У меня было 14 лет, и он меня запомнился яркими моментами, поскольку приехали спортсмены высокоуровня и показали прыжки просто космические. На тот момент я влюбился в шест еще больше, и это меня заимотивировало прыгнуть все выше и выше. Что могу пожелать молодым спортсменам? Это обязательно достигать своих целей, не останавливаться на достигнутом, и всегда слушать целое время, и не забывать, почему они длины. В юбилейном мемориале Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина 2022 года на соревнованиях выступят юные спортсмены, для которых мемориал станет бесценным опытом и пропуском в большой спорт. Также в турнире примут участие звезды мирового спорта. Лучшая память о человеке – это продолжение его дела. Наш мемориал носит имена замечательных людей, преданных спорту, легкой атлетики, прыжка в высоту. Мы благодарны тем, кто на протяжении последних 10 лет поддерживал проведение мемориала на высоком спортивном уровне. Я благодарю Константину Ивановича Струкова, президента, управляющего компанией «Бюджинал Золото», Павла Васильевича Киселева, вместителя-председателя законодательного собрания Челябинского области, Андрея Васильевича Красикова, Юрию Вячеславу Середкин и правительство Челябинского области. По традиции соревнования проводятся в учетном спортивном комплексе Буранского государственного университета физической культуры и спорта, который стал знаковым спортивным объектом нашей Челябинской области. Сегодня мы будем свидетелями зрелищного, яркого праздника королевы спорта. Пожелаю спортсменам удачи и пусть победит сильнейший. Пожелаю спортсменам удачи, Спасибо. 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 учетного гражданина города Челябинска, Вячеслава Середкина, объявляются открытыми. Дамы и господа, государственный гимн Российской Федерации.